Всем привет, с вами Вячеслав Витек и сегодня я вам покажу две классные партии, на мой взгляд очень характерные и по ходу демонстрации я попытаюсь объяснить собственно в чем дело Итак, я сыграл две партии с австралийским гроссмейстером, если судить по флагу судя по всему молодой гроссмейстер под логином Молтон и начну с партии, которую я проиграл, да, я особо не стесняюсь, не комплексую и поехали, е4, c5 и гамбит Мора, d4, cd и c3 да, и все-таки чаще я здесь играю d3, хотя объективно dc, я думаю, конечно, сильнейшая но вот, чтобы не пускаться в дебютные дебри, я часто хожу d3 здесь меня потянуло на приключения, о чем, собственно, я вскоре пожалел Итак, dc, конь c3, конь c6, конь f3, e6, слон c4, ферз c7 Этот ход часто связывают с так называемой сибирской ловушкой где черные в дальнейшем ходят конь f6 ну, например, да, конь f6, 2-0, конь f6, ферз c2, конь g4 и там где-то вот создается угроза конь d4 довольно интересный вариант, но дело в том, что у белых есть хорошее возражение на конь f6 есть ход конь b5, как и сыграл мой соперник, вообще, наверное, ферз c7 ходить не надо ферз b8 и e5 да, у меня встречался этот вариант, причем за оба цвета но вот теорию, к сожалению, я не помнил сыграл конь g4, возможно, здесь имеет смысл пойти h6 конь g4 тоже, возможно, слон f4 и здесь, наверное, стоит выбирать между ходами h6 может быть f6, хотя вот f6 мне ход не нравится да, я же убил смело пешку на e5 последовал ход конь e5, конь e5 да, вот эта позиция уже, наверное, попросту безнадежная и сейчас я вам покажу, как, собственно, нужно реагировать белым если вдруг у вас подобная позиция возникнет да, здесь, наверное, два хода выигрывают соперник сыграл слон e6 такой кабаний удар вот, я думаю, что выигрывает еще и ход ладятся один но вот если верить движку, то здесь позиция белых выигранная но слон e6 эффектно, согласитесь но дело в том, что fe ходить нельзя последует шаг на h5, фес бьет e5 да, ну и здесь, конечно, просто черный рассыпается там еще и кунь c7 во всех вариантах грозит да, я опустился во все тяжкие сыграл d и е ну и здесь следует ход ладятся один грозит шаг на c7 f6, кунь c7, шаг король f7 слон e5, fe да, и здесь, конечно, позиция черных она просто, просто абсолютно безнадежная здесь несколько способов для победы белые сыграли конь a8 да, понятно, что бить на a8 нельзя из-за ферзь d8 там все рассыпается я сыграл слон d6 но здесь все очень быстро заканчивается ферзь f3, шаг король e7 ладья fd1 ферзь бьет a8 здесь соперник сыграл ферзь g4 выигрывал также и ход ладья d6 кому интересно, подвигайте там черные проигрывают форсированно ну и ферзь g4, безусловно, не выпускает победы грозит удар на g7 непонятно, как эту пешку защищать я сыграл ладья f8 ну и здесь следует комбану удар ладья d6 на король d6 белые могут сыграть просто ферзь b4 шаг забрать ладью на f8 и, собственно, выиграть партию да, здесь я просто банально сдался да, вот такой вот тотальный разгром не учинили в сицилианской защите в гамбите мора ну а теперь я вам покажу ответ да, уже партию выигранную мною с этим же соперником и поехали e4, e5 конь f3, конь c6 конь c3, конь f6 слон b5 да, дебют четырех коней здесь конь d4 очень принципиальное продолжение по большому счету гамбитное слон c4 и слон c5 на мой взгляд, самое принципиальное хотя черные здесь отнюдь не обязаны идти в гамбитный вариант можно сыграть и d6 иногда ходят и конь f3 но все-таки, мне кажется, конь f3 это некая уступка слон c5, конечно, самое принципиальное конь e5, ферзь e7 конь f3, d5 это основная линия данного варианта гамбитная линия слон d5 черный уже без двух пешек слон g4 d3, 3, 0 слон e3 эта позиция у меня встречалась неоднократно и, по сути, проанализирована до конечного результата а объективный конечный результат это, друзья, ничья черные играют конь d5 конь d5 ладья d5 пока они идут по главной и правильной линии ed а вот здесь у моего соперника случился сбой матрицы здесь надо играть ладья e8 да, и вот фактически во всех вариантах при объективно правильной игре получается ничья ну, есть ход 2-0 на что там вот такие вот варианты вполне возможны есть и другие продолжения но, в общем, у меня есть обзоры по данному варианту на канале кому интересно, найдите и посмотрите но соперник вместо ладья e8 сыграл сначала слон f3 gf и здесь сыграл ладья e8 казалось бы, перестановка ходов но белые здесь отнюдь не обязаны ходить 2-0, и я это знал эта позиция в анализе у меня стояла здесь надо пойти король d2 и уже от атаки черных не остается и следа черные сыграли ферзь h4 просто c3 ладья e3 да, возможный ход, но здесь уже это не спасает fe f2 шаг король c1 ферзь бьет e3 шаг ферзь d2 ферзь f3 ладья e1 движок здесь считает сильнейшим ход ферзь e1 и на конь e2 пойти король c2 да, и там в дальнейшем белые просто выиграют там еще и ладья d1 можно подтянуть но в общем без вариантов да, все-таки двух качеств не хватает я же сыграл ладья e1 тоже неплохо конь f5, d4, слон d6 король c2 да, тут особо никаких шагов нет ферзь d5, ферзь d3 да, и в дальнейшем я скинул одно качество вот таким вот образом но тем не менее, все-таки качество лишнее есть пусть и за пешку но позиция абсолютно выигранная ну я не испытал больших трудностей в реализации перевеса давайте я вам быстро промотаю да, скинул пешку и собственно остановил пешку черных король e4 последний точный ход ладья g3 здесь после конь f5 черные уже спасаются да, король e4 ну и собственно здесь мой соперник признался побежденным да, вот такие вот две партии где по сути дебютная подготовка решила исход борьбы в первой партии я полез туда куда не нужно было но вот во второй партии мой соперник видимо что-то перепутал да, банально перепутал ходы после чего его позиция стала тоже безнадежная да, я надеюсь вам понравились данные примеры если играете какие-то дебюты изучайте их копайте поглубже дабы не попадать в подобные дебютные катастрофы всем спасибо всем пока и до новых встреч у вас еще есть а и я бросeron �